Девушки отдыхают Как же она явилась перед нашими очами? Ответ прост. И на этот раз вместе с вами бесстрашная героиня попытается пополнить антикварную коллекцию новым магическим атрифаком. Вместе с Ларой вы облазите практически полмира индийские джунгли, Гималая, Туманный Альбион. Это далеко не полный список тех мест, куда вы попадете. Как театр начинается с вешалки, так и добропорядочная игрушка с интердакшн. Как-то давно четверо матросов обнаружили алтарь, выстроенный на месте падения метеоритов. Все бы ничего, но рядом с ним оказалось 14 магических штуковин. Что произошло дальше, история умалчивает. Мы же знаем, что только один из четверых выжил. Спустя много лет он, естественно, проболтался о тайне магических веществ, которые, как оказалось, могли творить чудеса с гинокодом человека. Ничего себе сюжет, а? И попахивает криминалом. Да, каша заварена, пора ее расхлебывать. Но ради такой девчонки любой разумный геймер готов на все. Просиживать темными зимними вечерами за компьютером, лишь бы довести нашу героиню до цели. Но вернемся к насущему. Требование у Лары пруд пруди. И компьютер с процессором MMX и 3DFX ей подавай. В общем, с капризами. А если их не удовлетворить, топнет ногой, померкнет экран и все. В общем, труба. Но требования понятны. Сложные текстуры, цветовая палитра 16 бит. Для прокачки всего этого хозяйства нужен мощный аппарат с буковками Pentium. Теперь о тактике. Она тактика. Осталась без изменений. Бегать, прыгать, плавать и, конечно же, стрелять. Арсенал у Лары поистине гигантский. И простенький пистолет, и компактный УЗИ, и огнемет, и даже что-то вроде стингера. Но нам непонятно, как столько оружия можно таскать на себе. Хотя, вообще-то, ответ прост. Это же виртуальный мир, а в нем, возможно, и не такие фишки. Вот и все. Приятного вам времяпрепровождения.